У нас сегодня с вами встреча. Я представитель компании Сахар Менеджа. Казалось бы, что наша компания совсем недавно образовалась, но так и есть. Прошло всего лишь 20 лет и практически ровно через 3 недели наша компания отметит свое 20-летие. Мы еще молоды, мы еще не меньше. И конечно в день рождения обычно дарят подарки. Мы также рады, когда нам дарят подарки, но еще больше мы рады дарить сами подарки. И вот к своему 20-летию мы подготовили, мы считаем, очень хороший подарок. И вот об этом подарке мы сегодня с вами и поговорим. А для начала хотел бы предоставить слово Наталье Владимировне Гончар, начальнику отдела по социальным вопросам компании Сахар Менеджа. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Казалось бы, совсем недавно мы с вами встречались в стенах нашего любимого музея областного. Мы говорили о том, что мы ожидали, что в год, через несколько месяцев у нас откроется место. И сегодня, хочется сказать, свершилось. Мы сами себе, наверное, не верим, что это наконец-то произошло. И что 44 работы великих русских художников из коллекции Русского музея, наконец, появлены Соколинка впервые за историю нашего музея. Конечно, это очень волнительно. Оглядываясь назад, понимаешь, какая огромная работа, в первую очередь, со специалистами двух музеев, конечно, была проведена. Это очень колоссальная, потому что события такого масштаба, такого уровня, это, конечно, огромный труд в первую очередь. Это огромные творческие силы, которые были задействованы как в Санкт-Петербурге, так и на Сахарине, конечно. Поэтому мы очень благодарны нашим партнерам по этому проекту, которые поддержали нашу безумную идею. На тот момент оказалась абсолютно безумная идея. Но мы рады, что все получилось, и что получилось и привезти сюда выставку, что получилось подготовить группу волонтеров. У нас за это время 26 человек прошли подготовку, половина из них сотрудники компании «Соколин Энерджи». Это будет еще одним вкладом нашим в этот подарок для города. И мы очень рады, что жители острова, живо, очень отвлекаются на эту идею, на эту выставку. Мы получаем очень много звонков. Мы знаем, что Сахалинский художественный музей получает тоже очень много звонков. Вы можете на сайте увидеть, что практически все мы старые эскурсии уже забронированы. И мы надеемся, что до 5 мая, а выставка будет работать 5 мая, это понедельник тоже, Сахалинский художественный музей пошел на то, что свой выходной день выставка будет работать, и сахалинцы снова будут прощаться. Поэтому мы очень рады и еще раз поздравляем всех с таким большим событием для наших людей. Для нас это выставка не просто события года, года культуры в России, это выставка вообще события в Сахалинском музее. За 30-летнюю историю Сахалинского художественного художественного музея очень нечасто мы получаем выставки такого уровня. Ну, я бы, конечно, сразу могла сказать, без всякого повышенного пиетета, что, конечно, без компании «Сахалинская энергия» эта выставка не состояла. Это, скажем, нужно признать однозначно. Ну, естественно, что работали мы все вместе, и Русский музей, и наш музей, и компания, каждый по своему разделу, как говорится, роли были все распределены. Это была очень большая организационная работа, потому что нужно было соединить очень много компаний, транспортные, страховые, охранные, вот здесь на Сахалине, и, значит, охранные, которые участвовали в доставке. Это были заняты многие отделы Русского музея, издательский отдел, отдел фонда, выставочный отдел, научные сотрудники, которые работают над темами русского искусства по разным его направлениям и периодам, вот. И вот компания «Сахалинская энергия», например, занималась изданием «Каталога», то есть обеспечением этого издания исключительно компания занималась. Вот, значит, очень многие люди были задействовать подготовки. Наверное, если посчитать количественного, то, наверное, человек здесь. Вот. И все равно, несмотря на то, что вот столько сил было задействовано, выставка готовилась более года, кстати, где-то полтора года все это созревало, так сказать, и все равно не верилась до самого конца, что мы ее получим. Я не знаю почему. Вот, несмотря на все усилия, кажется, что, ну, вроде все должно, но все сложилось, все договоры подписаны, все работают. Несколько раз мы были в Петербурге, там и встречались с людьми, которые участвуют в организации. Вот. Но мне кажется, и они тоже где-то вот с каким-то, может быть, недоверием до конца тоже думали, а может быть, вот, ну, как-то кто-то может быть раскроется. Вот. Но, наконец-то, вот, мы получили эту выставку. Она сейчас у нас на Сахарине, здесь, и скоро мы познакомимся со всеми из 44 работ, которые будут представлены в нашем зале. Здесь, кстати, можете обратить внимание сразу на работу Ивана Шевчина. Наверное, это имя говорит всем хоть что-то. Вот. Он будет представлен здесь, и на работах. Вот. Увидите вы многие звезды имена. Вот. Увидите настоящие шедевры русской живописи. Вот. Причем те шедевры, которые даже, возможно, и в постоянной использовательской музее не участвуют, а поменяются в заказниках. Вот. И нам будет представлена такая вот уникальная возможность познакомиться с ними. Вот. И я, конечно, очень рада, что мы получили эту выставку. У меня, собственно, нет. Но другие слов, как выразить это, да, свое чувство. Вот. И я думаю, что выставка должна пройти успешно. Будет востребована нашими жителями. Вот. И, конечно, я вас приглашаю всех тоже ее посетить.